Великие имена России. Стартовавший в середине октября конкурс вызвал большой интерес жителей страны. Желающих прикоснуться к событию действительно историческому пожелали многие. Предложений немало. Росыпь великих имен, но победитель будет только один. По принципу один голос, один аэропорт, одно имя. Нам на Химов больше нравится. Аэропорт имени Чехова. Айвазовский на весь мир известен. Для России это, конечно, Великий Пушкин, безусловно, это Чайковский. Будем знать, где какой аэропорт. Не просто аэропорт 28-38, а имени кого-то. А кого именно, решают в том числе и северяне. Уже в ближайшие годы, построенный по уникальному проекту Новоуренгойский аэропорт, будет готов встретить пассажиров-новоселов. Пока же нужно определиться с названием. С момента запуска проекта в общественную палату региона поступило множество предложений. Звучали даже курьезные фамилии. Для этого, собственно говоря, у нас есть конкурсная комиссия, оргкомитет. Чтобы потом всю эту информацию обобщить и действительно посмотреть те имена, которые в соответствии с положением Маконгурси связаны с нашей территорией. И прежде всего с Новоуренгой. Предварительный вариант Лонг-Клиста. Вошли великие имена геологов и полярников, связанных с открытием крупнейших нефтяных и газовых северных месторождений. Их фамилия на слуху у каждого жителя региона. Хочу сказать, что Юрий Ирве – это знаменитый геолог. В результате его руководства и настойчивости были открыты эти месторождения, в том числе и уренгойское месторождение. Мы предложили кандидатуру Салманова, Фармана Курбановича. Его имя известно на территории не только Нового Уренгоя, но и Ямала-Ненецкого автономного органа, Ханты-Мансийского и всей Тюменской области. Среди претендентов также есть имена с национальным колоритом. Известный ненецкий писатель Леонид Лапцуй. В первоначальный список попал и политик Виктор Черномырдин. Но тут он почему актуален? Он одновременно и депутат был от Ямала, депутат Государственной Думы от Ямала. Он был газовиком, который работал на Ямале, особенно в Новом Уренгое. И более того, это фигура, которая известна всему миру. Это важно в маркетинговом плане. В формировании списка помогли и волонтеры. В течение недели они общались с новуренгойцами и раздавали анкеты в городском аэропорту, а также торговых центрах «Солнечный» и «Гудзон». Новые предложения дополнили так называемый лонглист. Сейчас на сайте великие имена.рф проходит третий этап – соцопрос. По итогам социологического исследования будет определена тройка претендентов на название аэропорта. И, собственно говоря, эта тройка уже войдет в итоговый шорт-лист. Финальное голосование пройдет с 12 по 30 ноября. Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка. Проголосовать можно на сайте, в социальных сетях, по телефону горячей линии 8 800 707 93 17, а также заполнив анкеты на борту самолета и на постах волонтеров Победы, расположенных в аэропортах и железнодорожных вокзалах. Продолжение следует...